Каждое лето тысячи автомобилей со всей России устремляются по кубанским дорогам на морское побережье, чтобы хорошо отдохнуть на курортах. С дорожного сервиса начинается для каждого приезжего знакомство с регионом и с уровнем обслуживания. Для того, чтобы оценить готовность к курортному сезону, мы вместе с сотрудниками Управления по торговле и защите прав потребителей Славянского района побывали на объектах придорожного сервиса. Кубанские ярмарки были организованы именно для того, чтобы избавиться от стихийной незаконной торговли. Эта задача была решена, но требования к придорожному сервису высокие и соответствие им стоит предпринимателям немалых усилий. На ярмарке, расположенной у дороги между Славянском на Кубани и Анастасиевской, есть все необходимое для гостей Кубани. Семья из Липецка хорошо отдохнула на море и наш край им очень нравится. Все очень классно, места для отдыха замечательные, едешь и только и ждешь, куда бы съехать, а тут возле ярмарки еще и места для покушать, посидеть. Заодно и что-то купить в дорогу, домой. И жители курортного Пятигорска, знающие толк в настоящем сервисе, не остались равнодушными к организации придорожной торговли. Раньше едешь, даже остановиться где-то, перекусить не было. Сейчас тут очень хорошо, удобно, даже можно продукты, овощи купить там, покушать. Организованно мне понравилось. И стол, навес, вода, пожалуйста, туалет, все условия, остановился, покушал спокойно, от трассы отъехал, никто не мешает. Мы посетили несколько ярмарочных объектов по трассе Кропоткин-Краснодар-Темрюк в районе хутора Коржевского. Все оформлено как положено и оставляет самое приятное впечатление. Красиво оформленный торговый объект с соответствующим брендированием, то уже на протяжении нескольких лет требования такие, чтобы и на этом объекте можно было не только приобрести продукцию, выращенную на Кубани, но и можно было бы проезжающих остановиться, помыть руки, отдохнуть под навесом. То есть организованы должны быть зоны отдыха. Везде представлена продукция только кубанских производителей. Это принципиальное требование и оптимально по соотношению цена-качество. Овощи и фрукты из личных подсобных хозяйств Коржевчан можно продавать в специально оборудованном месте. Селяне очень довольны. Базар сделан в удобном месте. Продукция наша вся с огорода, вся экологически чистая, сад очень ухоженный. Продукции наши берут хорошо, проезжающие довольны нашей продукцией. Вот так в основном и для нас это хорошо, есть куда сбывать. Есть еще куда расти при дорожной торговле, несмотря на то, что Славянский район в числе лучших в Краснодарском крае. Впереди целый сезон. Будем проводить мониторинги, проводить аналитическое наблюдение за соблюдением требований, предъявляемых к данному виду торговли. Самое главное, чтобы продукция была качественная и безопасная. Покупатели с радостью посещают ярмарки с сельхозпродукцией. Это удобно и выгодно. И о нашем районе у гостей Кубани остается самое благоприятное впечатление. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».